МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэтр. Интернет-версия программы доступна на сайте metr12.ru, а также в наших группах в социальных сетях. В студии Дарья Разинова. Республика Мариел в числе лидеров в России по реализации программы капремонта многоквартирных домов и проекта формирования комфортной городской среды. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания, прошедшего под председательством советника министра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова. Так, Мариел вошла в первую десятку регионов, досрочно завершивших региональную программу капремонта многоквартирных домов. В этом году в нашей республике отремонтировано 128 жилых зданий. В планах на будущий год капитальный ремонт в 91 многоквартирном доме, что позволит улучшить жилищные условия 15,5 тысяч жителей Мариел. На федеральном уровне Мариел отметили в числе лучших и по реализации приоритетного национального проекта формирования городской среды. В Мариел, как и по всей России, сегодня отмечается День Конституции. Основной закон страны был принят в результате всенародного голосования ровно 25 лет назад. В эти минуты глава республики Александр Евстифеев, который находится с рабочей поездкой в Москве, принимает участие в торжественном приеме президента России в Кремле, посвященном 25-летию к Российской Конституции. На прием приглашены члены федерального правительства, представители Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных и региональных органов власти. В своем приветственном слове Владимир Путин отметил, что, цитата, «Конституция выдержала проверку временем, создала условия для стабильного развития страны, формирования важнейших государственных общественных институтов, реализации открытой внешней политики и защиты национальных интересов». Напомню, что 12 декабря долгое время было выходным днем, но с 2005 года Красный день календаря упразднили, и сегодня День Конституции причисляется к памятным датам. Уникальные документальные материалы из архивных фондов стали основой экспозиции, посвященной 25-летию Конституции России. Она развернута в музее имени Тимофея Висеева и знакомит всех желающих с главным законом государства его содержанием и основными положениями. Накануне вместе с главой республики Александром Местифеевым выставку посетила и наша съемочная группа. «Основной закон нашей страны, Конституция, определяет абсолютно все сферы нашей жизни. Если предыдущие редакции отличались достаточной декларативностью, то нынешняя редакция документа содержит нормы прямого действия, что свидетельствует о ее эффективности. Над основополагающим для страны документом велась очень напряженная работа, о чем и свидетельствуют архивные материалы. Отдельный блок посвящен Конституции нашей республики, которая регламентирует жизнь региона в полном соответствии с федеральным законодательством». «Великолепная концепция. Не просто показаны сами нормы, сами издания представлены, но есть определенные аллегории, атрибуты власти показаны. Есть издания почти, не почти, а столетней давности, которые тоже представлены. И из экспонатов музея, спасибо всем нашим музеям, из экспонатов музея подняты вот именно те экземпляры, которые представляют интерес и абсолютно точно показывают сам дух праздника, наши национальные особенности, подчеркивают, что республика Мариэл является национальной республикой». Характерно, что именно в четвертьвековую годовщину Конституции страны несколько молодых людей получили свой главный в жизни документ из рук руководителя региона. «Паспорт, он имеет не только устанавливающее статусное значение, это некий документ, который в нашей психологии, в российской психологии, подчеркивает, что человек достиг уровня зрелости, человек стал взрослым. Это определенная черта». Именно она отделяет детство от по-настоящему взрослой и ответственной жизни. А целеустремленность и напористость молодежи глава республики подметил сразу. «Желаем им успехов, и чтобы вот такой настрой на жизнь, на успех, на созидание, на работу, чтобы все у них получилось. Охватка у них великолепна». Остается добавить, что экспозиция будет развернута до 26 декабря. И посетить ее в музее имени Тимофея Евсеева могут все желающие. «В четверг, 13 декабря, Мариэл с рабочим визитом посетит полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. Отмечу, это будет первый визит Комарова в наш регион с момента его назначения на должность полномочного представителя. Как ожидается, полпред посетит завод полупроводниковых приборов, после чего проведет совещание по реализации в регионе стратегических национальных проектов, инициированных Владимиром Путиным. Вечером в четверг Игорь Комаров примет участие в торжественном открытии Года театра в Мариэл. Напомним, Игорь Комаров был назначен на должность полпреда в ПФО в сентябре текущего года. До этого он работал на посту замминистра науки и высшего образования Российской Федерации, а ранее возглавлял Роскосмос. Ишкар-Ала готовится расправить крылья. Воздушное сообщение в столице Мариэл планируется возобновить к столетию марийской автономии. Этот вопрос, а также проблемы ремонта автодорог и строительства продолжения железнодорожной ветки от Ишкар-Алы до Котельнича вошли в проект постановления Совета Федерации. О социально-экономическом аспекте важного документа для республики далее в материале. За последние годы Йошкар-Аллинский аэропорт потерял не только воздушную связь с другими городами России, но и количество желающих обучиться летной профессии. Построенный и запущенный в эксплуатацию в 1984 году, этот воздушный порт пользовался популярностью. Тогда из Йошкар-Алы можно было добраться не только до столиц, но и до популярных курортов. Анапы, минеральных вод, частичная реконструкция ремонтов 2000-х, позволили на время восстановить авиасообщение. В январе 2016-го авиакомпания «Руслайн» разорвала контракт, так как не была заинтересована в его продлении. Поэтому именно этот вопрос был одним из ключевых на Комитете Совета Федерации по экономической политике. Основной проблемой для того, чтобы начать воздушное сообщение сегодня является состояние взлетно-посадочной полосы, которая находится в федеральной собственности. Данная полоса была построена в 1984 году, введена в эксплуатацию, началась в 1980. В 34 года она не видела ремонта и капитального ремонта, только работы по текущему содержанию. Соответственно, на кадрах видите все продольные и поперечные трещины этой полосы. Обследование ее произвел Лен-Аэропроект и дал заключение, что она находится в критической стадии эксплуатации, так как фактически срок службы превысил нормативные в 4 раза. 2 километра 405 метров такова длина взлетно-посадочной полосы. Последние 3 года только малая ее часть используется как площадка для вертолетов. Решение Совета Федерации по восстановлению авиасообщения однозначно. Достигнуты договоренности с Росавиацией ее руководителем Александром Васильевичем Нерадько о том, чтобы республике были выделены достаточно средств для ремонта взлетно-посадочной полосы, для закупки нового аэродромного оборудования, с тем, чтобы к юбилею республики, к столетию, которое будет праздноваться в 2020 году, ваши гости могли приземлиться и пользоваться уже аэропортом столицы республики в Южкороле. Южкоролинский аэропорт класса «Б», который может принимать воздушную суда массой до 165 тонн, это ААН и ЯКИ, и сегодня укомплектован сотрудниками специальных служб. Здесь в полной готовности и центр авианавигации, и аварийно-спасательная станция с пожарными машинами, снегоходами, но до запуска авиасообщения проделать еще надо огромную работу. Мы со своего уровня поправили позицию Минтранса, которые считали, что взлетно-посадочная полоса это собственность республики Морел, и вы сами занимаетесь ей, что и являлось на самом деле не так. Полоса находится в федеральной казне. Был обговорен вопрос, каким путем можно решить вопрос авиасообщения. Мы, как и многие другие регионы, будем субсидировать авиаперевозки пассажиров, но первое слово социальное мы никогда не можем убрать из этого. Ремонт взлетно-посадочной полосе в контексте того, что сказал Александр Анатольевич, это будут федеральные деньги. 2 миллиарда 400 миллионов рублей это федеральные деньги. Второй важный вопрос развития инфраструктуры столицы Морел это строительство железнодорожной ветки «Зеленый дол» Йошкар-Ала, которая соединит станции Яранск и Котельнич. В общей сложности это 103 километра железнодорожного полотна. Благодаря реализации этого проекта Йошкар-Ала перестанет быть тупиковым городом. Это позволит устранить разрыв в железнодорожном коридоре север-юг и соединит северную и южную ветки Транссибирской магистрали. Говорили в Верхней палате Российского парламента и о включении в федеральный проект дорожная сеть программы по реконструкции автомобильной дороги Йошкар-Ала-Уржум на участке с 4 по 10 километр. В планах эту подъездную дорогу к столице Морел сделать четырехполосную, установить освещение трассы. Кроме этого, в двух комитетах обсудили предложение республики, направленное на снижение рисков при строительстве и ремонте дорог. Федеральное правительство определило соотношение 25% в сегодняшней редакции. Потенциальный заявитель, подрядчик обязан выполнить своими средствами, своими силами, своей техникой, своими трудовыми ресурсами. 75% возможно привлечение на процентов, на 75% возможно привлечение субподрядных организаций. Я как раз сделал предложение поменять это соотношение на период действия национальных проектов. 75% должен делать сам, а на 25% только может привлекать субподрядные организации. Все это восприняли, повторюсь, достойно. Дни Республики Морел в Совете Федерации завершились, но масштабная работа продолжается. На прошедшем во вторник пленарном заседании Совета Федерации, посвященном 25-летию Федерального Собрания и его Верхней Палаты, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко вручил государственные награды 14-ти членам Верхней Палаты Парламента. Так, глава Комитета по международным делам и одновременно сенатор от Республики Морел Константин Косачев был удостоен ордена Александра Невского. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Морел близка к эпидемическому порогу. Диагноз острая респираторная вирусная инфекция был поставлен на прошлой неделе примерно 3 тысячам жителей республики, две трети из которых дети в возрасте до 14 лет. На карантин был закрыт детский сад в Севненском районе, группы в детских садах в Оршанском районе. Внеплановые каникулы объявили для учеников двух классов школ в Маркинском и Килимарском районах. Случаев заражения гриппом в республике пока не зарегистрирована. Тем временем в регионе продолжается кампания по иммунизации населения. По данным на конец минувшей недели привито около 200 тысяч взрослых и более 80 тысяч детей. Вакцинами охвачено около 42% населения Морел. Чтобы избежать распространения эпидемии по расчетам специалистов необходимо вакцинировать почти половину жителей республики Морел. В субботу 15 декабря каждый желающий автомобилист Морел сможет проверить свои знания правил дорожного движения. В республике впервые пройдет тотальный экзамен по ПДД. Сдать его можно в анонимном режиме например для уверенности в собственной водительской подготовке. Подробнее об этом и не только в сводке 112. Один человек погиб еще 30 пострадали. Всего на дорогах республики за минувшую неделю произошло 20 ДТП с пострадавшими. Утром 7 декабря в Волжском районе в результате ДТП погибла пенсионерка. Водитель автомашины совершил наезд на пожилую женщину которая шла вдоль проезжей части в попутном а не во встречном направлении. На одежде женщины не было световозвращающих алиментов обеспечивающих ее видимость для водителя. Поэтому водитель уже слишком поздно успел заметить пешехода и в результате чего произошел наезд. В последнее время в Мариел возросло число нарушений при перевозке детей. Массовые проверки на дорогах направлены на предупреждение травматизма у юных участников дорожного движения. Напоминаю всем водителям всем родителям о том, что в соответствии с правилами дорожного движения детей в возрасте до 12 лет в автомобилях оборудованных ремнями безопасности и системой изософт необходимо перевозить при помощи детских удерживающих устройств соответствующих росту и весу ребенка. Детей старше 7 лет то есть от 8 до 11 лет включительно можно перевозить пристегнутыми только ремнями безопасности а детей до 7 летнего возраста в детских удерживающих устройствах ну и на переднем пассажирском сидении ребенка в возрасте до 12 лет необходимо перевозить только с использованием детского удерживающего устройства. 15 декабря в субботу у всех автомобилистов республики есть возможность оценить свои знания правил дорожного движения в Мэриэл впервые пройдет тотальный экзамен по ПДД сдать его можно и анонимно так сказать для себя адреса площадок есть на сайте управления ГИБДД республики внимание полицейских в последнее время приковано к обороту поддельных денежных средств особенно часто подделывают пятитысячные купюры МВД по республике Мэриэл предупреждает граждан о наличии в денежном обороте поддельных купюр номиналом 5000 рублей в конце октября в столице республики произошла серия сбытов поддельных купюр через курьеров осуществляющих доставку еды преступления совершались в темное время суток на улицах в неосвещенных местах таким образом злоумышленник совершил пять сбытов фальшивок в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого признакам преступления предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации при обнаружении вызывающей сомнения купюры ни в коем случае не стоит пытаться избавиться от нее путем сбыта или размена в магазине предупреждают полицейские в этом случае необходимо обратиться в отделение банка или в полицию скрипки, альты, виолончели и контрабасы в Республиканском колледже культуры и искусств имени Палантая состоялся первый межрегиональный семинар-практикум для преподавателей по классу струно-смучковых инструментов семинар собрал 50 участников из всех районов республики а также гостей из Казани и Яранска в программе открыты уроки и мастер-классы лекции и концерты цель семинара повышение компетентности преподавателей знакомства с новыми достижениями в области педагогики а также решение задач по привлечению учеников отмечу в МРИЛ на сегодняшний день работают 40 школ искусств и практически в каждой есть отделение струно-смучковых инструментов наша жизнь сегодня очень стремительная многое изменяется изменяются наши дети новое поколение и для того чтобы учить их заинтересовать преподавателям в первую очередь нужно учиться самим им нужно учиться знать новые веяния в педагогике психологии новые тенденции ну и конечно же обмен опытом это просто интересно самим преподавателям это были новости на телеканале Мэтр выпуски на марийском языке смотрите в половине седьмого утра интернет-версия программы в любое время доступна на нашем ютуб канале а также в группах телеканала в социальных сетях в студии была Дарья Райзенова до свидания до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин